В этом году наш касс-бенд в очередной раз участвует в Воронежском аниме-фестивале. Когда встал вопрос на новой сценке, идей было много. Или не очень. В любом случае, даже самый отвратительный сценарий, можно вытянуть потрясающую игру актёров. Ну и тут не срослось. С декорациями тоже как-то нехорошо вышла. Уйдите. В итоге, выпив банку кофе, залпом, наш касс-бенд всё-таки решился выйти на эту сцену. Санта-Лючия, Санта-Лючия. Алло, да. Орги обмануты. У нас есть пара минут прежде, чем они догадаются, что мы не волонтёры. Па-а-а. Хотя, стойте. Сиськи, тру-гендер, разрезы до кубка. Ну и я самое красивое, идеальное сочетание. Поехали! А начнём мы с серии коротких фраз, которые помогут вам лучше понять суть аниме-фестивали. А премь. Время выбирать себе персонаж. Как косклэй-шоу уже началось? До второго благоуспею, Даши. Клей нет, давай на скотч. О, кроукер. Пойдём поедим. Познакомился с нормальным пацаном, а он в утяжке. В смысле, забыли Лёху в автобусе? Это не косклэй-борщица. Женщина реально здесь моет. Что значит, что ПНР закончился? Мне с пяти утра грейд закладывали. На меня никто не обращает внимания. Пошли в ашал! Каждый, чего-то боится. У анимешников свои страшилки. Вот, пришло время девочке получать пасту. Она пришла к фотографу и заказала себе четыре фотографии размером три на четыре. Когда девочка их увидела, она закричала от ужаса, потому что ни на одной из фотографий не было отыгрыша. У меня тоже есть страшная история, когда к девочке в очень сложном костюме подошёл мальчик, но чтобы не сфотографироваться с ней, а чтобы спросить дорогу. А у меня самая страшная история. Время приключений! Да ну тебя! Это же детский мультик! Ага, как же! Я тебя не боюсь! Проблемы отцов и детей тоже приобретают и наш смысл. Проблемы родителей анимешников. Ты ребёнка из садика забрал? Забрал. У нас с тобой дочь, на которой был костюм принцессы. Это кто? Ну я всегда хотел Бэтмена! Проблемы детей анимешников. Мам, мне парик не пришёл! Ничего, там у нас где-то бабушкин парик завалялся. Пойдём поищем. Будешь у меня на фестивале кроссовицы. Все знают, что в последнее время стало популярно такое направление косплея, как стинг-панк. Совершенно стандартный случай в раздевалке аниме-феста. Поправь мне пари! Пусть не корсит! Где мои рога? Валера, ключ на 12! И сварочный аппарат! Сейчас я эту шестерёнку так приварю! Впечатление косплеера, решившего появиться на фестивале, но в очень сложном костюме. Проснулся, сходил в туалет. Поел, сходил в туалет. Собрался, приехал, сходил в туалет. Оделся, захотел в туалет. Терпим, терпим, терпим. Поел, попил. Зря я попил. Приехал домой, разорвал на себя косплей. В следующий раз решил косплеить Тарзан. Добрый фестиваль! После фестиваля следует опен-эйр. Но до него доживают не все. Добрый день, дорогие зрители! Мы видим репортаж сварочного аниме-фестиваля, который происходит в городском парке. Те, кто не в курсе происходящего, запасаются осиновыми кули, кристаллами и святой водой. Всё это, кстати, можно купить на нашей фуаро-выставке. А здесь мы видим косплеера, у которого закончились деньги. Чтобы доехать до дома, он подает часовые костюмы. Я-то... А напоследок мы скажем вам вот что. Все анимешники, откровенно говоря, толпанутые люди. Мы можем косплеить парня, который косплеит девушку, который на самом деле является парнем. И понимать, о чем мы говорим. Мы можем довести до истерьки продавщицу магазина тканей, пытаясь честно ответить на ее вопрос. Что же из этого мы собираемся шить? Мы знаем всех почтальонов в лицо и подозреваем, что им тоже нравится косплей. Иначе куда девается часть наших посылок? Список можно продолжать и продолжать. Мы долбанутые, и нам это нравится. Даже вырастая, не теряйте свои изюминки, господа. Пошли, вошел! Пошел! Пошел!